Музыка Студент Багуир Илья Драчев страдает тугоухостью с детства, поэтому до недавнего времени на лекциях только первые парты и максимальная внимательность, иначе преподавателя не разобрать. Жесть парня изменил Петраликс, мобильное приложение багуировских ученых, которое помогает людям с нарушением слуха. Я могу менее беспалевно ходить, то есть не нужно какие-то аппараты покупать. Можно просто наушник одеть и телефон, и в принципе не выделяешься из толпы. Преподавателям хорошо слышно, и можно садиться чуть-чуть дальше. У Петраликс уже более 1 миллиона загрузок и тысяча фидбэков. И это неудивительно, ведь приложение лучше аналогов. Само определяет степень глухоты и подстраивается под каждого пользователя. Мы при помощи гарнитуры телефона измеряем, ну, тестируем слух пользователя нашего, вот, определяем, где у него какие пороги чувствительности на разных частотах, а затем выполняем с помощью телефона обработку звуковых сигналов из окружающей среды и через наушники подаем их пользователю так, чтобы они комфортно им воспринимались. Если у Петрааликса миссия помогать больным, то новая разработка богоюровских ученых будет их развлекать. Караоке – приложение, благодаря которому каждый может ощутить себя звездой. Караоке же направлено на изменение певческого голоса. Таким образом получается, что поющий человек, не попадающий в ноты, после обработки он выглядит, как будто в ноту он попал. Разработчики приложений – сотрудники кафедры ЭВС, многие из которых можно отнести к молодым ученым. Минимум раз в два года на кафедре защищаются, а стать студентом в специальности ЭВС сложно, но возможно. Проходной балл в этом году хоть и 326, но зато он себя оправдывает. Нужно иметь высшую квалификацию. Когда у вас будет высшая квалификация, то проблем с трудоустройством будет никаких. А высшую квалификацию можно получить, естественно, начиная с ранних семестров, там, с 6-го, там, с 5-го, пойти уже заниматься на кафедре наук. А что, собственно, лучшие ребята это делают и с успехом трудоустроенные. А идут работать после кафедры в парк высоких технологий – Хуавей. Есть и те, кто остается заниматься наукой в ВУЗе. А это значит, новые открытия не за горами. Алена Соколовская, Юлия Короткина, Максим Максак, Олег Козловский. Молодежное телевидение «Багуэр».